начинаем очередную встречу сегодня наша встреча посвящена так называемой формуле 18 в которой речь пойдет о указе президиума Верховного Суда СССР состоявшегося в 1983 году и в этом указе расписано как следует оформлять заверение копий документов этот приказ, внимание, этот приказ действует в настоящее время в него вносились справки в 2003 году он является составной частью актуальной правовой базы этот указ является составной частью ныне действующей правовой базы и подлежит и заложенные в нем требования подлежат обязательному исполнению это тот случай, я напоминаю, определенных средств доказывания, статья 60 ГПК, которым было посвящено полторы формулы один раз я сказал, никто ничего никак не отреагировал, еще раз упомянул, по-моему даже в седьмой упомянул в общем я все время упоминаю три сочетания из трех слов, определенные средства доказывания почему я их упоминаю? настойчиво, настойчиво напоминаю, повторяю, бесконечно повторяю требуется иметь бесконечное терпение, потому что в статье 60-й там есть хорошее слово «никакой» это же прекрасно, это слово ударное, слово «никакое» если есть определенные средства доказывания, то никакими иными доказательствами невозможно подтвердить то или иное обстоятельство, раз в правовой базе определено, что надо руководствоваться вот этим указом в частности, в частности, представлять для заверения, указывать должность значит, надо указывать должность, должность не указана, кто заверяет значит, он никакими другими средствами, значит, доказать, что вы правильно заверили, нельзя а мы говорим, а вот тут еще, в этой бумаге, где-то там, на обороте, должность указана но ведь в 60-й статье ГПК сказано никакими значит, ты должен сделать запись, как положено проставить слово «верно», можно использовать штамп «верно», двоеточие ну вот, а дальше указать должность, поставить свою роспись, расшифровать в указе сказано, значит, указать, расшифровка, указывается инициал и фамилия о, хорошо, ниже поставить дату, ну, замечательно, дату и, а вот сейчас, сделайте большой выдох и указать, где находится подлинник этой копии и указать, где находится подлинник мы заверили копию дальше, обязательно указать, где копия, где подлинник находится подлинник находится в деле номер таком-то на такой-то полке, в таком-то кабинете ну, и все такого-то, такой-то организации мы указали, в случае чего можно прийти, проверить значит, есть подлинник или нет подлинника никто никогда этой записи не делает ну и хорошо нас это не волнует мы знаем, что никаким иным средством никаким иным способом доказать, что завтра удостоверение произведено надлежащим образом невозможно и, поэтому, и, поэтому, любое заверение верности копии я употребил слово «любое» не для красоты я его употребил чисто в утилитарном, по утилитарным соображениям поскольку мы имеем дело противникам безграмотным ну, вы, если обернуться к войне вы знаете, что эсэсовцы их не выращивали в специальных домах значит, ненависти это были кровельщики это были садовники это были плотники вот они, да ну, большей частью с низким с невысоким вообще с отсутствующим образованием вот, без образования вот просто ацахи да, и у них примитивные инстинкты нету понятия точности такой же мы имеем а мы имеем дело с противником который не очень высокообразован не то, что высоко никак не образован он получил доступ к деньгам и поэтому считает что те, кто получил образование он считает их за идиотов зачем образование когда можно через связи получить доступ не то, что к деньгам а к огромным деньгам вот и поэтому да поэтому мы с высокой долей определенности говорим всегда будут копии документов заверены неправильно правильно всегда это это там будут не соответствие с требованиями закона а в правовую базу вошел указ 1983 года и поэтому мы уверенно уверенно рубим вот эту правду матку и говорим мы не можем согласиться с копией копия заверенная вот этим случайным человеком да а в конце надо проставить печать для заверения копии а проставлена печать обратите внимание печать для пакетов печать для документов печать а должна быть это если есть отметка для пакетов или для документов значит это не печать а штамп по виду напоминающий печать вот а печать должна предприятие быть но сейчас не требуется чтобы там было обязательно указано АГРМ и но тем не менее название должно быть название и ничего лишнего никаких для пакетов такой организации для пакетов не существует вообще в игре нет такой записи организация под названием для пакетов или там для документов нет такой организации не существует это все и поэтому это не печать вот нет нет указания должности не расшифрована подпись не и все это не заверено печатью и нету даты заверения а те а самое главное ну вот мы когда дирижируем оркестром а потом двумя руками поднимаем все и и струнные и духовые и там и ударные и все и все и с энтузиазмом ну думаю уже сейчас вот я немножечко взмахну три раза буду мокрый но потом приму душ и все все вместе устраиваем мощные финальные да все а где а где где запись о нахождении оригинала а ее нет ну вот значит я посвятил этому указу вы видите его значит формула 18 запомнили это средство ну как вот это ударное действительно средство бьем по мозгам но не значит что суд с нами согласится но не значит что мы уже выиграли нет но таких но таких ударных моментов будет несколько а потом мы говорим это что получается это я я выступил целый сериал я выступил множество оснований неопровержимых ни одно не опровергнуто вот поэтому мы мы уже давим теперь количеством теперь количеством в ход пошли и дроны и оружие да и такое оружие такое и атомные и ядерные и космические все виды вооружения мы все бросаем а он вот пытается доказать что иным путем иным путем все это ага иисус иисус а он вот говорит должность мне не нужна значит расшифровка фамилии не требуется ну да он опровергает это все чтобы было вот а где запись а где вот эта запись ну мы же понимаем вы понимаете а мы понимаем статью 60 определенные средства доказаны никакими иными никакими иными средствами доказать верность копий невозможно итак мы кладем ложем кладем мы засовываем в карман вот этот довод который употребляем который употребляем для того чтобы доказать поданное исковое заявление имеет ссылки на перечень приложенных документов в этом перечне приложенных документов из 18 позиций 10 посвящено документам которые должны подтвердить то или иное обстоятельство перечисляем позиции номер 3 это значит какой-то там протокол позиции номер 4 какая-то выписка откуда-то позиции номер 5 еще что-то позиции номер 9 мы их название переписываем и говорим все они все они не имеют надлежащего заверения поэтому поэтому не отвечают требованиям закона которые установлены для копий доказательств и ваше исковое заявление является несостоятельным в нем нет ни одного доказательства ни одна копия не заверена надлежащим и нас совершенно не волнует что это было в 1983 году указ нас совершенно не волнует о том что никто не озаботился ну вы знаете что миллионы миллионы получает министерство жилищного министерство строительства и ЖКХ миллионы на просвещение оно должно проводить значит не я должен проводить а они должны ежедневно еженощно рассказывать как устроен жилищный кодекс как устроены как проводить собрание как заверять копии это они должны они уже эти деньги расставали причем не деньги а деньжище миллионы сотни миллионов вот и мы знаем что сейчас они оказались доме разувая ну в общем да те кто причастен вот которые которые эту работу обязаны были делать но не сделали и делаем мы с вами вы ночами не спите вместо того чтобы на детские кроватки склониться вы ночами не спите я вот днем вырываю значит время для того чтобы это все рассказать и и мы должны использовать вот этот штанс в полной мере мы должны это оружие полностью использовать полностью вот все я сказал есть вопросы вопросов нет но подержу что вот этот указ он в принципе очень рабочий я его использовала как-то в судебном заседании на него ссылалась судье и очень даже как бы причем ситуация была такая что судья говорит заверьте пожалуйста вот вашу выписку там в банке печатью его побойтесь бога уважаемый суд ну есть приказ 97 ой да семьдесят девяносто семь семьдесят девять тире почему я должна заверить свои документы когда у меня истец не заверил ни одного документа и где-то или в возражениях я это писал я использую этот приказ всегда вот это вот верховного суда девяносто семь семьдесят девять с удовольствием его надо использовать и соответственно писать и по-моему даже есть ссылка в судах что они суды используют это этот приказ используют так что он действующий и его надо действительно постоянно в копии заставлять их делать так как не надо заставлять делать не надо нет нет не надо надо говорить что все документ не соответствует поэтому дело прекращайте ну нет вы уже поздно уже вы приняли судебный акт вы приняли этот документ поздно поздно корректировать поздно при принятии вы обязаны были посмотреть при принятии вы должны значит иной акт оставить без движения значит вернуть и так далее но вы его приняли все теперь поздно время ушло только прекращать все так он донесет не надо я уже сюда пришла я уже сюда пришла я рискую своим здоровьем здоровьем моей семьи я могу заразить вот этих уважаемых людей которые в черной форме стоят они бдительно перебирают содержимое женских сумок внимательно рассматривают все пакеты на свет что там такое заложено их всегда интересует вот значит этим своими щупальцами они проверяют особенно проверяют не запотели значит ноги чего они там лазят в ногах не могу понять вот и мы можем вот таких красавцев таких самоотверженных стражей порядка мы же их можем заразить я ночи не сплю теперь я все время думаю как бы мне не заразить этих паразитов этих вот да черных черных одеждах людей вы меня вы меня вы меня расстроили я категорически против того чтобы кто-то чего-то еще приносил еще донес нет нет вот все как было вот на том и решили вы решение приняли ваше решение отменить нельзя или вы приняли неправильное решение тогда тогда вы имеете право принести извинения извинения и взять на себя весь риск не дай бог я заражу какого-нибудь вот этого значит ну вот и вы будете платить страховку вот а он сейчас вот застрахуется и принесет вам полис одним словом уводите теперь уже вы теперь уже вот как вы поймали на удочку белугу и теперь и туда и сюда и так и эдак прежде чем выбросить на берег вы должны измотать их показать что они полностью в ваших руках вы командуете ни в коем случае не исправлять все это наглухо вы ну посмотрите как если не удалят значит бейтесь так теперь я очень важно хочу сделать добавку эту эту работу я сделал в соавторстве с активным участником движения связанного с противодействием произволу в сфере услуг жкх вот он находится в томске зовут его сергей он нашелся возможность пробиться значит в консультант и в частности я получил от него очень ценный очень интересный комментарий который был сделан и этот абзац использовал ну вот снимаю шляпу значит люди оказывают помощь иногда просто я вижу добровольцы говорят Вадим Васильевич у меня есть два дня доступа что надо что надо но я пишу вот у меня нет доступа и быть не может поэтому я пользуюсь вот такими такими прорывами в консультант а оттуда да судебная практика оттуда интересные комментарии очень очень продвинутый автор книг да конечно я использовал это не подумайте что это плод только моего так сказать вот разума это коллективный у нас работает уже вот коллективный разум уже начинает давать свои плоды еще вопросы давайте спасибо за то что вы подтвердили актуальность темы еще вопросы давайте вопрос добавлю добавлю Васильевич у нас тут происходит массовая масштабная цифровизация миллиарды вложены нацпроекты цифровизации разных сфер значит суперсервисы внедряются в том числе вот суперсервис для приставов создан внедрен значит электронные доверенности безбумажные судебное решение исполнительной листы напрямую из судов будут передаваться приставам значит недавно председатель верховного суда Лебедев заявил о том что цифровой суперсервис правосудие онлайн внедряется для граждан бесплатные юридические услуги будут значит в том числе на суперсервисах для нищих людей сначала людей ограбим потом им предоставим за миллиарды значит бесплатного юриста чтобы он сказал что все равно вы ничего не выиграете смиритесь дело в том что мы сейчас говорим что вышла масса документов очень сложных по структуре и пониманию связанных с электронными документами их природой их действительностью и их воспроизводством копий электронных документов или их дубликатах на бумажных носителях а значит поэтому нам надо вот помня что действует вот старые документы нужно изучать как заверяются копии либо дубликаты создаются электронных документов почему-то я начал смотреть значит у нас есть три инструкции о делопроизводстве в судах значит в Верховном суде общей юрисдикции значит в районном или городском суде и в мировом суде во всех трех инструкциях сказано что дело производства в суде ведется в электронном виде в системе газправосудия в арбитражных судах аналогично но там по-другому это называется там это называется не газ а САС там еще мой арбитр там электронный арбитр значит идет но во всех трех конструкциях написано что делопроизводство изначально ведется в электронном виде дело заводится значит решение выносятся из шаблонов которые заложены в системе а далее судья для формирования бумажного дела распечатывает электронный документ на бумаге подписывает его и подшивает в дело даже не слово прописать просто подпись ставится то есть в деле допустимо появление образа бумажного документа из электронной системы без печати только с подписью судьи при этом когда такой документ из дела выдается то уже копия копия вот этого дубликата электронного документа должна быть заверена по правилам которым вот вы описали в своей работе то есть суперновые правила накладывается на суперстарое но действующее правило да то есть на этом документе уже должна быть надпись верно подпись значит собственноручная печать суда должна быть соответственно но вот вот когда мы начинаем сталкиваться о том что у нас электронные документы сторона приносит да весьма противная в электронном виде они тоже в бумажном виде не существует они передаются в системе электронного документа оборота подписанные ключом усиленной квалифицированной электронной подписи при этом чтобы мы могли видеть секретарь суда или помощник или сам судья распечатывает это а также он для того чтобы свидетельствовать верность ключа вот этого он должен распечатать и приложить сертификат этого ключа да значит и протокол проверки что ключ не пропис он ключи действует год по общему правилу может быть подписано просроченным ключом и вот мы смотрим повсеместно ни протоколы ни сертификаты не прикладываются при распечатке электронных документов то есть нам предстоит изучить много новых документов об электронной подписи ее применение значит при создании копии дубликатов взамен цифровых исходных документов надеюсь понятно объяснил хорошо объяснил очень сложная хорошо объяснил подготовьтесь можно я скажу я запрашивала сертификат у пристава они мне очень бездно и вежливо ответили что они не могут предоставить сертификат потому что там прописаны персональные данные все глупость это введение в заблуждение безграмотность по всему миру мы наблюдаем ну я вас что сейчас вот предлагаю значит вы не слушайте возражения вообще вы попытайтесь отключить звук если бы такая вот была возможность вот что-то говорит вы отключите звук заткните уши и опровергайте потому что всегда говорит глупость всегда любой любой в погонах мантиях в форме всегда говорит глупость и ну не знаю я люблю такие экзотические один раз мне надо было написать отзыв на документ и я предложил давай на спор я не буду открывать документ напишу отзыв я написал отзыв он оказался удачным и человек побежал ну тогда было тогда тогда это была ценность побежал купил бутылку водки и оставил ну вот да проспорил бутылку водки проспорил то есть опровергайте опровергайте не слушая чего говорить можно опровергнуть примерно догадываетесь так вот примерно потому что он сам это чиновник когда отрицает он не понимает что говорит любые слова да ему все равно но опровергнуть можно все всем всего доброго спасибо мне кажется было удачная сегодня наша информация заполнена вот тут было сказано квалифицированными подписьми дополнена квалифицированными дополнениями очень квалифицированными и об опыте и о предстоящих сложностях всем спасибо вот я откланиваюсь до свидания всем 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 Продолжение следует...